всем привет мы начинаем новый влог хочу его начать со своей посылочки получили посылку по почте россии я заказал тебе коллаген пойдем заберем хорошо пойдем заберем вот посылочка значит коллаген в общем покажу что это такое но изначально покажу все что он заказал в общем это вот такая вот хеллс клуб хеллс клуб японская такая это японские бады каталог в общем японских таких товаров немного тут товаров это товары для здоровья тоже бады чай в общем мы можем немножечко быстренько потом пролистать вот видите какой тоненький каталог компания изначально основана в киргизстане в киргизии но сейчас распространяется и по россии вот мы в россии муж первый кто заказал эту продукцию вот нам ее прислали говорит если понравится то он хочет интегрировать свою платежную систему с этой компании вот и вообще ну так как тут продукты для здоровья тем более япония вот в качество японских бадов мой муж прям верит он мне все время говорит что он не верит в качество российских бадов а в качество японских верит и своей стороны что могу сказать что в японии вот как раз я когда проходила обучение я узнала там что япония занимать первое место в мире в общем среди людей которые принимают падаю общем 80 насколько помню процентов японцев применяют воды на постоянной основе на втором месте идет сша там по моему 65 процентов но я могу в процентах путаться но я сто процентов помню что на первом месте идет япония на втором месте идет сша и вот как раз и в японии мне кажется самое больше всего долгожителей поэтому как говорит мой муж этому качеству он доверяет и вообще он считает что на здоровье экономить нельзя то есть мы например пьем воду мы заказываем воду пьем хорошую воду не из-под крана хотя у нас фильтры стоят каждый день едим овощи и фрукты покупаем их не в супермаркете потому что там честно говоря качество не очень в таких магазинах где поставки идут напрямую тоже из стран там азии то есть вот эти знаете обычные магазинчики овощи и фрукты мы всегда там берем хорошие овощи и фрукты то есть и соответственно на базе он говорит на здоровье экономить нельзя естественно он прав и так вот самый коллаген я сейчас к чему говорю что это не самая дешевая продукция да то есть вот все что вот здесь в этом пакетике стоило 20 тысяч рублей здесь коллаген я только пришла я еще не смотрела в общем это коллаген морской пептильный 1 3 типа 3 пептид он знает что я принимаю коллаген вот уже три года и он спросил тебе надо игры да надо вот я его буду начинать пить завтра утром у меня на самом деле пока еще есть коллаген в капсулах который я сейчас пью он еще не закончился там пол половина банки но я его пока отставлю я хочу все-таки вот этот попробовать морской раньше я очень любила морской коллаген за ним охотилась но он дорогой как бы достаточно было в общем сейчас я уже и говяжий пью коллаген и морской уже там как бы уже такие теории что вроде как говяжий более полезен менее аллергичен в данном случае в общем это морской коллаген я буду его пить я думаю что эта пачка будет прям лично лично мне следующее что у нас это две пачки спирулины спирулина у меня тоже сейчас есть от фаберлик я начала начала ее тоже принимать поэтому а может быть тоже ее отставлю уж уж это так это попробуем а то муж как начнет пить все выпьет а я потом не успею попробовать в общем с этой целью 2 пачки спирулины поскольку тут таблеток по 215 или что это в общем надо от 5 капсул в день таблетках от 5 таблеток в день и написано потом можно повышать дозировку до 10-15 это я кстати прочитала вот в этом каталоге вот здесь как раз на середине о спирулине рассказано а хлорелла извиняюсь это не спирулина это хлорелла а у меня как раз от фаберлик спирулина и хлорелла это просто хлорелла и здесь они рассказано для чего зачем антиоксиданты и помогать нормализации сахара в крови уровнях лекситерина и иммунитет укрепляет в общем вот это дальше и последнее всего лишь несколько продуктов на 20 тысяч рублей это вот такая баночка с чаем матча и если честно где тут начало середина никогда еще не пила чай матча все собираюсь попробовать но что-то мне все время мешает не знаю уж что но тут как раз муж заказал я так понимаю матча это разновидность зеленого чая порошкообразного вот просто будем пробовать тоже вот тут про этот чай защищает от хронических заболеваний свойства у него также антибактериальный и защита от солнечного ультрафиолет это для меня тоже такая тема которая про которую я вам иногда упоминаю когда говорю о том что я перестала пользоваться солнцезащитными средствами это дико звучит и возможно это не нужно говорить как бы на публику да но я как раз считаю что если вот в организме все хватает все в балансе то организм сам себя защищает от ультрафиолетовых лучей тот от пигментации я имею ввиду сейчас потому что я и этом использую кислоты и я не защищаю свое лицо spf кремами но пигментации я не получаю потому что я пробиваю антиоксиданты какие-то такие полезные продукты которые сами работают в моем организме и дают мне то что нужно защиту эту самую посмотрите когда у нас дети бегают по улице все в детстве мы также гуляли на солнце и у нас не было ни у кого пигментации наш организм с этим справляться и лишь с возрастом когда у нас появляются какие-то болезни какие-то дефициты чего-то не хватает в нашем организме вот тогда у нас начинает появляться пигментация правда же мне кажется да поэтому про пигментацию это прям отдельная для меня пунктик это тоже вот в общем-то чай также обеспечивает контроль массы тела повышает минеральную плотность ткани вот попробую сейчас пойду сделаю себе чашечку чая мачо в общем такой небольшой заказ он сделал дорогой и когда я говорю боже что же так дорого я вот на 20000 на каких-то других сетевых компаниях могу столько просто всего столько набрать меня будет вот такая вот гора всего он говорит вот и иди и пей и ешь и машься всем этим дешевым если тебе надо а я буду вот такой дорогой пить игры нет нет я тоже говорю все что ты себе покупаешь все я буду есть пить мазаться мне игры все надо так что пошла и делать себе чай сейчас вам покажу как он анюша будет тут сидеть и ждать или в машине сидит разговаривает я пошла делать эти открыла баночку вот так все здесь запаковано дальше пакетик вот такой пакетик и там лежит то есть вот так и хранить наверно в этом пакетике так как у меня есть кухонные весы я решила все-таки по-нормальному определите 4 грамма 2 грамма сколько это чем на слабую матчу нужно 2 грамма порошка сейчас я посмотрю сколько это будет в общем девочки чайная ложка с горкой это получилось 3 грамма но мне кажется что вот как раз вот эти когда так мало граммов это не всегда четко потому что я убираю чуть-чуть и получается 0 граммов смотрите уже ноль граммов но это же не может быть 1 нет 2 нет и до сих пор ну в общем вы поняли короче будем считать что чайную ложка без горки это как раз 2 грамма сейчас немножечко остынет я же грамм нас теперь будут влоги выходить с этого места я просто сильно горячий чай не пью ну пахнет зеленым чаем на другом ой он такой горький это много как будто бы знаете концентрированный зеленый чай когда слишком много либо листиков либо заварку мы хотя заварку когда в пакетиках я завариваю себе зеленый чай я его не могу передержать я сколько кого не держала то есть я все равно его могу пить вот этот прям концентрированный крепкий получился то есть это как будто бы не три грамма я не знаю чем нужно дозировку подбирать это просто концентрированный второй глоток уже лучше уже спокойнее в общем зеленый чай дозировку нужно подбирать себе симпатично в кружечке смотрится знаете что я тут тоже пока ехали в машине я уже смотрела этот каталог очень мало продуктов но что я увидела говорит о чем я не купил тут шампунь я как раз себе сейчас хочу какой-то шампунь подобрать для волос ну да я думала вот над корейским потому что я сейчас пока корейские продукты пробую ну тут как бы японский а почему бы нет почему бы мне не взять себе японский шампунь что о нем написано тут один вариант шампуня увеличивать содержание белка коллагена у корней волос способствует росту восстанавливать здоровый баланс микрофлора укрепляет волосяные луковицы предотвращает выпадение в общем просто ну просто хочется попробовать японский шампунь наверняка тоже дорого стоит но муж сказал что если вы сейчас мы вот это попробуем и нам понравится это мы будем заказывать здесь продукцию сказал деньги не проблема главное здоровье как хорошо в общем буду смотреть пробуйте рассказывать а утром я попробую этот коллаген расскажу вам о нем тоже чуть подробнее на него сижу я пью чай называется на кровати пришел лапы на меня сложил гриш ты любишь меня я тебе люблю спой песню про любовь у нас сегодня очередная покраска угадайте старше в какой цвет будет краситься вот вы подумали в красный а нет сегодня не в красный сегодня в синий вот такой возвращаемся к истокам роскошный каштан и на самом деле эту краску ей покупала уже давно месяца два назад ой камера едет вниз у нас вот но она передумала тогда и красилась в красный если вы помните сегодня мы красимся в такой как его там нам нужен как как его называют хотя бы вот это блин у меня идут крас саша сначала закрасим красный потом возьмемся за коричневый да тыс из погорелова театра не перчатки красиво плачу неестественно неестественно а мы не одели вот эту фигурку иван андреевич крыло обоз с горшками шел обоз и надобно с губой горе спускаться в дороге других оставил дожидаться хозяин стал сводить лимонька первый воз у него были на кресле почти его понес катиться в воздухе давай он уже коричневый мама вообще не самостоятельно красить голову сама не можешь она не побила пока камера выключена сегодня была такая пасмурная погода первый день начала такой прям уже глубокой осени два дня был ветер и листья превратились и все деревья превратились из такого вот в такое все стоят голые сегодня достаточно прохладные дождь я сижу дома все прям и я разрешила себе сегодня ничего не делать на самом деле я начала бегать бегала вот три дня сегодня не бегаю потому что вообще изначально у меня в планах было бегать в те дни допустим когда я занимаюсь спортом когда мне тренировки то есть три раза в неделю но потом стало каждый день то есть ну господи три-четыре дня вот я бегаю в общем сегодня у меня выходной мне ничего не охота делать я сегодня полдня смотрела пацанки пацанок я не знаю какой-то сезон наверное какой-то новый там потому что только первая серия мне попалась она идет три с половиной часа и вот я три с половиной часа это смотрела я вообще редко столько времени провожу за просмотром чего-то сейчас уже вечер как раз саша пришла со школы говорит с ужас музыкальный со всех школ где только можно она сегодня была покрасили ее я продолжаю лежать так и день у меня прошел сегодняшний и но и На завтрак у нас сегодня будут блины с укрой, как обычно Игорь постоянно нарушает мои планы, то есть у меня запланировано что-то, но ему надо по-другому, чтобы было блины. То есть я-то хочу тренировочку с утра провести, пока я еще не голодная, пока нормально себя чувствую и много сил, но нет, надо делать блины. Вот я сейчас сделаю блины, мы поедим, и потом тоже тренировка блинов меняется. А позже мне уже потом неохота блины, вот это я прям не люблю, когда мои планы нарушаются, а наши планы с ним постоянно несут. Вот и как мы с ним живем, семнадцать лет я не знаю. Обычно пеку на двух сковородах, чтобы было быстрее. Класс. Смотрите. Влево лимфить. О attend... Почти. Хорошего. Влево лимфить. Мэр. Эр. Мэр. Мэр. Субтитры. Мэр. Слава Богу, сегодня солнечный день, появляется настроение что-то делать. Вот, я сняла отсюда вот эту гирлянду, вот она валяется на полу пока, надо ее перенести. Нюша, как это Марина без тебя на балконе, да? Конечно, заходи. Хочу вам просто кое-что показать, я вышла сюда, может там конференция. Сейчас сяду. Не знаю, так нормально будет, не нормально. Хочу вам кое-что рассказать. Вот этот крем все-таки я убрала из своего ухода, но в смысле под глазом он не устраивает меня просто совсем. Насколько приятные были от него первые впечатления, вот, и настолько же сейчас, вы представляете, я потратила всего лишь. Ну, я думаю, что половину тут, конечно, все, ну да, половину или даже больше половины, потому что у меня тут осталось только все по краям. Ну, будем считать, что половину потратила. Вам, наверное, плохо меня видно. В общем, пришла на свое стандартное место. Здесь я уже привыкла не сидеть. Так, вот этот, да? Здесь его много, наверное, мне кажется, 20 либо 30, скорее всего, даже 30 миллилитров. Вот, считай, полбанки потратила, больше не хочу его использовать, потому что мне кажется, что он не улучшает состояние кожи под глазами. Я как раз именно к этой зоне отношусь очень прям, как это сказать, очень докапываюсь до кремов, которые я наношу под глаза. Очень многие мне не нравятся. Какие-то такие, знаете, проходные, ну, то есть потратила вроде ничего, но и хорошего тоже ничего повторять не буду. А некоторые я вот прям нет. Даже не хочу заканчивать. Хотя, казалось бы... Ну, кстати, он стоит достаточно дорого. Стоил в ботель где-то около 1000 рублей. Вот такой крем. Эта линейка у них премиум. Не дает мне достаточно увлажнения. Самое главное, что я требую от кремов под глазами, это увлажнение. И слегка потом уже питание. Ну, то есть главное, чтобы очень хорошо была кожа увлажнена. А этот крем вообще такого не дает ничего. То есть я намажусь им, а потом через несколько часов я улыбаюсь, и у меня кожа складывается в морщинке. Вот это мне не надо. Для меня прям показатель, когда я пользуюсь каким-то кремом, и вот понимаю, что моя кожа становится лучше. Она не так сильная. Все равно в мимические морщинки кожа складывается при улыбке. Это естественно, это нормально. Я вообще как бы к этому претензий никаких не имею. Так и должно быть. Но все должно быть в меру. То есть если у меня верхний слой кожи недостаточно даже увлажнен, вот верхний слой недостаточно увлажнен, это прям чувствуется. Вот. То есть этот крем мне ничего не делает. Даже такое ощущение ухудшает. Понятно, да, что раз я его не хочу заканчивать. То есть я уже сегодня, я его доиспользую, но не под глаза, а просто на лицо. Сегодня я нанесла его на лицо. На лицо комфортно. Ты его нанес, он впитался, кожа не блестит. Ну это тоже, я не знаю, это тоже только первое впечатление. Но я думаю, на лицо пойдет все-таки. К кремам для лица я отношусь менее скрупулезно так, чем к кремам для век. То есть то, что пройдет для лица, то у меня не пройдет совершенно для кожи под глазами. Поэтому этот переходит в разряд кремов для лица. Прям нет. И у меня в запасах еще вот этот вот есть крем Омега Хит от Фаберлик. Я взяла его сейчас. Сегодня я его наносила под глаза. Пока вообще ничего не поняла, конечно. Насколько он работает хорошо. Время покажет. Я уже, видите, боюсь даже первые впечатления, говорит, настолько они бывают обманчивые. Ну, вау-эффекта точно не было. Но, кстати, вау-эффект, вот есть два крема, да, на данный момент, которые мне сейчас кажутся самыми лучшими. И они тоже не с первого применения. Они в процессе. Я поняла всю их, весь их эффект, да, что они улучшают состояние. То есть вот про это пока тоже ничего сказать не могу. Будем смотреть. Будем смотреть. Но стоимость разная. Вот у этих двух кремов здесь около тысячи, здесь, ну, около даже 100 рублей. Я его за 100 с чем-то брала, до 200. Так что к нему, по-любому, не было меньше претензий. Музыка. 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 Иди ко мне, красавица моя. Без меня не дает маме. Нельзя одной выходить на балкон, потому-то у нее есть деточка вот такая, вот такая деточка есть, классифрая. Я-то вышла, просто хотела вам еще, вспомнила, что я вам не рассказала про этот коллаген, я его попробовала. У меня на самом деле первый попробовал этот коллаген сын, а он до этого никогда не пил коллаген. И значит он себе развел там по одну чайную ложку на стакан воды и чуть его не вырвало, короче. Он говорит, фу, что это такое противная тухлая вода, ну это же морской коллаген. То есть, ну и я подумала, что на самом деле он до такой степени, что он сильно противный. И потом, когда вот он вечером пил, а я утром, когда проснулась и начала его пить, я поняла, что на самом деле он вообще не сильно противный. То есть для меня, как для человека, который уже больше трех лет пьет коллаген, он вообще не противный. То есть я там даже чувствую вот эту вот замаскированность витамином С. Витамин С нужен не только для того, чтобы маскировать вот этот не очень приятный вкус и аромат, но для того, чтобы коллаген лучше усваивался. Именно поэтому, когда вы покупаете коллаген, смотрите, чтобы там был сразу же витамин С. Так будет проще всего, коллаген будет лучше усваиваться. В этом коллагене есть витамин С. Это морской коллаген. Имеет, конечно же, привкус тухленькой водички, но я до такой степени уже к нему привыкла, что я его просто не замечаю. Его пью очень даже спокойно. То есть мне коллаген понравился. Он хороший рассыпчатый, такой прям комков вообще не образует, что мне очень понравилось. Ну и на вид, по цвету, он просто как обычная водичка. То есть мне очень даже понравился. Ну, единственное, что это, конечно, дорого, не знаю. Если муж будет покупать, пусть. Мы, на самом деле, сейчас его все втроем пьем. Я муж и сын. И, ну, то есть этой пачки нам, наверное, хватит на неделю. У меня муж ходит теперь и говорит, ой, я себя так хорошо чувствую. Он два раза выпил коллаген и два раза мачо. И все. Он говорит, я себя так хорошо чувствую. Такая бодрость, полно сил. То есть там, я говорю, ну, вряд ли это что-то за два раза как-то повлияло. Не знаю, ну, коллаген вряд ли за два раза повлияет. Но мачо, возможно, конечно, бодрость это придает. Там же все-таки кофеин. Ну, в общем, ему все понравилось. Тоже все в восторге. Мне тоже все понравилось. В общем, хотелось, чтобы не так дорого было. Но не мои проблемы. Хочет покупать, пусть покупает. Я только всегда за, чтобы потратить деньги. Давайте я вам сейчас покажу свой небольшой заказ с Фаберлик. Так, это не то, это я в Супермаге купила. Тоже нужно заканчивать таблетки для посудомойки. И изолента нужна была. И прям маленький заказ, потому что в прошлом каталоге я очень много чего заказала. У меня все позаканчивалось, и я все заказала. Соответственно, в этом, ну прям вообще, я почему и долго не делала заказ, только уже ближе к концу каталога. Думаю, ладно, сейчас сделаю. Вот взяла прокладки, потому что вот эти прокладки ночные, они самые лучшие. Там была акция, платишь за два, по-моему, получаешь три или что-то такое, в общем. Ну и вот эти вот ночные больше всех нравятся. Из новинок я взяла вот такой консилер. Вот такой вот, это сыворотка консилер. Сейчас как раз новинка вышла. Нео Серум оттенок 6714. Сейчас откроем, посмотрим. Так, вот такой тут спонж, такой плоский. Стекло, это не стекло, это пластик, но он как будто подматывая стекло сделан. Вот он, оттеночек. Сейчас я попробую его растушевать. Так, вот здесь он был, но он не слишком плотный, но это и было известно. Сразу не знаю, насколько подойдет мне оттеночек. Я вообще хотела взять что-то там розовый, сияющий розовый. Ну, в общем, какой-то розовый, с розовинкой. Потому что зону под глазами вот хорошо бы такими светленькими розоватыми. Но его не было, видимо, это самый популярный. Был только такой. Вот я сейчас на руке смотрю. Вот в телефоне, в камере я вижу как будто бы пятно, да, желтоватое. А в жизни я не вижу. То есть в жизни вообще тут все сливается на моей руке. Но под глазами буду пробовать позже. Что у тебя чешется? Что скажешь? Потом я взяла вот такую краску. Решила попробовать это. Эксперт оттенок 7.1. У меня на самом деле сейчас две краски. И я не знаю, какую я буду краситься. 1.7.1 это та же тональность. То есть холодный будет оттенок пепельный. Но потемнее, чем сейчас у меня. И вторая, которую я вам показывала Эстель. Там тот же уровень, восьмерка. Но другой по тону. Там более теплый. Вот я пока не знаю, чем я хочу покраситься. Это будет прям минутное, секундное, думаю, решение. Потом я заказала себе вот такой дезодорант стика. Наконец-то они появились в Фаберлик. Раньше не было. Я полюбила шариковые в последнее время. Но мне немножко напрягает, когда нужно ждать, пока они высохнут. И у меня сейчас в использовании я вам показывала мужская Нивея спрей. Он очень быстро сохнет. Очень моментально практически. Но здесь почему-то я не захотела спрей. Я на самом деле спрей не люблю. Потому что от них сильный аромат получается. А вот этот сейчас я понюхаю. Здесь такой легкий аромат. И в общем-то я просто люблю стики. Мне удобно ими пользоваться. Вот. Но не пробовала. То есть у меня зеленый был вот этот Айдео. Зелененький роликовый, по-моему, последний был. Ну, попробую этот. Так. И еще заказала вот такие колготки. Это, по-моему, тоже новинка. 120 ден. Эластичные колготки в рубчик. Заказала в черном цвете. Размер троечка. Это я взяла Саше. Я хотела сначала себе еще взять тут по одной полосочке сзади. Смотрите, как она стоит. Как я прю. Сзади и спереди по одной полоске. То есть не две полосы сзади, а одна. Очень такая приятная ткань. Что за ткань у нас тут? Так. Состав 52% хлопок. Потом еще сколько-то полиамида и эластана. В общем, на ощупь очень приятные. Там было три цвета. Черный, коричневый и серый. Я думала, сейчас Саше возьму черный, себе серый. Но потом подумала, что мне в принципе колготки не нужны. Мне как-то проще леггинсы надевать. Ну вот Саша решила взять и попробовать. Черные колготки тебе. Так, вот смотрите. Если мы говорим о плотности, вот. 120 ден. Вот так очень приятные. Очень приятные, да. Так, в следующем каталоге у нас выходят новые продукты. Серия с коллагеном. Я уже смотрела обзоры. Ну, в принципе, интересно, интересно. По описанию мне показалось, что коллаген в ней все-таки должен присутствовать. Хотя, как раз недавно у меня в телеграме спрашивали про кремы с коллагеном. Мы разговаривали. Вот, не знаю. Мне показалось по описанию, как девушки там рассказывали, что здесь все-таки есть коллаген, особенно в дневном креме. Я так поняла. Посмотрим. Тут, вот смотрите, есть акции для новых покупателей. Если вы еще не зарегистрированы в Фаберлик, то при регистрации с 16 октября по 5 ноября, если вы совершите покупку по этому каталогу на 1500 рублей, вы сразу получаете скидку 20%. Оплачиваете этот заказ. И со следующим заказом, по следующему каталогу, вы можете получить в подарок одни из этих патчей. Так, кошки дерутся. Мура, а что ты к нему лезешь? Смотрите, какая злая женщина. Злая женщина нападает почти на сына своего. Гриша, задави ее массой. Что ты ребенка обижаешь мне? Мура, сейчас Нюша с тобой разберется. Да, вы видите, тут мой штатив поломанный. Тут обвязанный, чтоб он держался и не падал. Горе блогер. Вот, отвлеклись от темы. Можно получить в подарок одни из этих патчей. Но я, кстати, ни одни из них не пробовала. Кто любит патчи, вот можете попробовать зарегистрироваться. Ссылочку оставлю в описании под видео. Все. Встретимся в следующем видео. Всем пока.